В составе один, видимо, один из заменённых игроков. И готовы продолжить этот бой. Не скажешь по первому тайму, что преимущество волны было подавляющим, забили в гол, что получилось заработать пенальти. Но у Металурга были подходы опасные. Думаю, у второго тайма игра будет интереснее, Металургу придётся рваться, если они рассчитаны на какие-то моменты более сложные. Металурга в центре с Куташовым, дальше на Рытовым. Включается в катании наш центральный защитник. Приходится обсёдно в подкате и положение в ленингрю. Фиксирует боковой арбитр. Металурга поспешил Тарасов. Поехала нога у Залётина. Точной передачи не получилась. Вновь атака волны. Дмитрий Семененко пытался перебросить Мячеслава Баранова, но не перелетел. И Мячеслав всё-таки в итоге так забирает мяч. Очень странно, в моменте много рикошетов было, и не точно играет Баранов. Подать, что это металлург, и рыбка. Создается в лицах Мячеслава Баранова. Так, там какие-то козлов с ним, по-моему, так подавал. Седьмой номер. А нет, это не седьмой номер, это был у нас, и только штраф, но и сейчас. Разыгрывает мяч волна и доставляет вот таким уровнем штрафу. Волков пытался дальше мяч доставить на дальнюю штангу. Водим Овчинов, подача. Поехали! Снова Козловский взаимодействует. 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 Мат spice Вновь не проходит длинная передача Да, а вот Вадим Овчиньков Пытался забить второй мяч Это один из футболистов Который футболист принес Гублю Валды победу Здесь на Металлургом Забил второй как раз мяч А первый Вадим Олег Кузин Сам в начале игры Попробуйте отличиться вновь Искладывается игра в Металлург И скоро Первый занят Это не может брюков А так Высокий нападающий Будет цепляться В передаче Сейчас Егор Гришин Вадим вместе с этой поля Залетим Виничное продолжение Не видимо нет крыши И приходится играть назад на Исай Вот хороший Сейчас пас на футболист Здорово Открылся Фимин Но защитники Валды тоже Согласно сыграли Есть подходы у Металлурга Но как он может довести до удара Свои атаки Таких опасных моментов Какой был в первом тайме у Казновского У Металлурга все же не было Пока Очень немало Там аутза Где футболистов был на молодежной Пальцем Раз Еще Еще Сходят Широп Тресень Среди в столовую Волкова Они отбирают Металлурга Волкова Волкова На правый фланг Когда Вадим Овчинников Вадим Овчинников Врывается в тропную Все-таки обезмячили Вадима Не было постановки у Исаева Но и сам Денис справился И вот шанс на контратаку Передача стороны Симина У него здорово играет В протереволны Да, Алексей Федоров здесь Вышел И ногами сыграл приятно Иначе не менее Остался у Металлурга Но только сейчас Залетчик делает Немножку передачу Никита Козловский Сейчас Читатрис Для попостряющего паса Страдонов Данила Иванова Данила Иванова Дар Все Волкова Тут же волна в прессинге Дмитрий Семиненко Сохранил мяч Пальцев Казалось, что будет навес Но отдал Александре Включился Волков в контакте Вот подбор за Тарасова Снова Козловский Данил и Козловский Помогает сегодня Борис Тасновы На момент показалось, что это гол Нет, мяч ушел Сосед С внешней стороны Может небольшое повреждение У Боранова Держится он за спину Уже тоже не ожидал Какого-то ликошета Возвольт там ударился А каркас-мажор Даже не может Западеть Нет, все в порядке С голкипером Данилурга Подача с голового Козловский Как он хитро пробил Там на чеку был Пора Здорово Вячеслав Играет Как я вижу Держится он за спину Возможно Все-таки Медицинской помощи Он понадобится Вот пока игра продолжается Влаг Волна в атаке Дмитрий Семененко 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 Продать атаку Право продолжить атаку Ручнов Назад Пальцев Попробуйте Соговорить Прошел пас Я В общем-то Никуда и торопится Волна играет Спокойно По счету Хотя Один оленький Счет Да Прям Данил Снял С языка Высоль Николичнов У нас С мечом Его вдвоем Жили Момолисты Петалу Может еще Огрызнуться И реализовать Свой момент И все так очевидно Несмотря на то Что Волна Молодежный Явный фаворит По своему положению По результату Петалу Приехал Предельно Мобилизованный Несмотря на Два тяжелых Высоль И все Гори 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 Руком Гори 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 Да Тут Лешков Забрался Во Все С Изобли Тесной Вер Длинная передача доходит, но попадающим металлургом не дается степень соединения. Тошел показывается на левой фланге, здорово сыграл в подкате и даже аут не остается металлургом. Пошли разминаться футболисты металлурга, Танила Буряков и Илья Клеонов, первый кандидат на поле. Насколько я понимаю, два футболиста как раз из этой новой волны молодых. Первый сезон они проводят в составе команды. Танил уже успел учиться в ворот Семенова. Клёнов и Бирюков одновременно вышли на поле и именно их связка принесла металлургом второй гон. И сразу тройная замена у волны. Михаил Кусталев, Бровки, Иван Ухов и Дмитрий Лин. Уже пятая замена у волны, а у Металлурга всего пять. Илья Кусталев и Дмитрий Лин. Илья Кусталев и Дмитрий Лин. Илья Кусталев и Дмитрий Лин. Вот я вижу, что Бирюков покинул разминочную зону. Сейчас первая замена произойдет в составе металлургом. Если первая замена ловится на линоправную среду, то сейчас явно дает возможность свяжить и защитные ряды. Все-таки счет скользкий и не так-то просто будет его убежать. На последние минуты. Все счеты на атаку. Позвольский там еще стоял после удара. Стоял. Зачем? Да, дам президенту. Позвольский. Выполнилось. Забросличай за ад. Очень важно. Волей! 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 Там снова, ау! А мне там уже сказал орбиту Как ты здорово! Ручнок приходит из-под прессинга обошел здесь защитника Ручнок Что творит? Ручнок Дай не угол бил! Здесь будет очень красивый гол Он получился Дмитрий Семененко там бросался Ноги Достать мяч Дошел в центре боли совершенно один Сам он мяч Делает передачу штрафную В первую сторону Абдекова На очередь А здесь не игры Дима! Капс! Дима! 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 Данил Иванов по флангу, придержание сейчас. Еще не было показания одной желтой карточки. Да, в общем-то игра не грубая, много мелких фаллов. Абсолютно футбольный футбол у нас, только головки хватает. Ну что-то я подскажу, что один гол минимум мы точно увидим. Ну вот двойная замена уже в составе металлурга. Да. Как и матча Семенов, двойная замена. Данил Терков, центральный нападающий. Илья Гленов. Ванна. Усиляет одниотовую команду. Входит Егор Крис в поле Егора Веков. Данил Терков. Субтитры создавал DimaTorzok 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 но все-таки ворота не попала попал только в каркасе сейчас могла вернуться интрига да, и Байд вам про нее заговорили и вот здесь не сбылось шансы Металлурга все еще остаются побольше таких подходов сейчас я всей душой желаю, чтобы Металлург забил хотя и желаю победы во луне у нас замена уволны Андрей Нагналов нечего? более место Тручники-трручного Тручника обращается 8. Неделый шок, он же и поднял номер 6. Здорово, чеки. Здраво, Попад. Выше команды. Да, сегодня он был очень активен, как и обычно. Типа, белая! Такая невысокая, тогда чуть штрафную. Сверх, значительный металлоргус справится. Типа, давай, давай, давай. Типа, давай, 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 давай. Типа, давай, давай. Чередой мелкий форум, раунда подставилась у Тарасов. И сообщается, что в Семенове счет 2-0 стал, Забил Глеб Федотов Здорово, Семен сейчас набирает ход После победы продолжим Подачу в троту Там сейчас нападение Не грубо, сыграл Фемен Мяч уже был у Федорова Семен был с эфирной веры Да, легко Федор забивает И даже до Козловского едва не дошел мяч Там Баранов подстраховал Приходит с обоим, вратарям Вратарю сегодня однозначно прийти быть не может Здорово играет Баранов Был близок к тому, чтобы отразить финансы В моменте вторым голом шансы практически не было И выход один на один Да, там уже дело техники Опытным нападающим реализовать момент Уже Михаил Рытов в центральной защите Начинает атаку металлурга Все тот же кленок, да, у нас с мячом 4 Здорово действовали триблинги Как обещается в центр Хорошая передача проходит на залете Так это попадание в штангу активизировало Болисты в красных футболках Я смотрю Примодрились Вот, наверное, единственный Никита Козловский Сейчас посмотрим момент Простреливает И там повезло Баранову Не смогу зафиксировать Поймать мяч Все-таки добрался он А уже игрок волны Пробежал Да, но в момент Приверация на том, что В момент совпадания в штангу Наверное, был самым опасным у гостей И нас в мячу с умением сокращать отставание Просто не попал А попал в штанг Какое-то невезение Не преследует металлур До этого две встречи подряд Не отличались наши футболисты И вот в очередной раз Не дается пока наш футболистам забить Здорово, клево Коя Леонид играет Увереный, молодой игрок Вышел на замену Все-таки Все мячи, как правило Семененко там Подтолкнул Видимо Таргетер нарушение в другую сторону Сейчас в бою там, в бою там, в бою там было Судья увидел нарушение В пользу волны Вспущено в пушевизвер Центральный Prozent Ильиш Роков Поехали Сталёв Болисты Волны Молодёжные Встаётся мяч Капислава Баранова Центральный круг Ибор Хрюков Ибор Хрюков Ибор Хрюков Ибор Хрюков Похожий атакил Волны Цедание старается найти Разрезающую передачу Бывает, что раздобаваясь чуть-чуть отравился Волны Молодёжные Волны Молодёжные Волны Молодёжные prize какой-то Lorenz Их Волны по правому флангу Козловский Козловский здесь на оперативном просторе Козловский смещается в центр у меня была его не было сам зацепился возможно на ногу защитника Широков и все хватит и силы на фонтер атаку залет сам тащит мяч но нет предположения передачи это так поперек вот сейчас занимательная статистика такой ключ первые два матча которые здесь были в истории закончились 2-1 в пользу волны а последний 2-0 Повторится ли какой-либо из них или может быть что-то новое я думаю Даниил будет не против если будет 2-2 Да, это будет роскошный для металлурга я думаю из тех волны рассчитывается на головой играет Вячеслав Баранова очки во лидера но пока волна очень здорово смотрится тоже Вячеслав сметостает от своего резави иногда подчищает как последний защитник ворота ворота требует такой многозадачности мяч ворота 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 не так уж мало ворота которые хорошо играют ногами хорошо могут защитник на областном уровне увидят таких дверей которые не приклеены к ленточке ворота ворота с Идет у нас последние десяти минутка этого матча. Мы не знаем, остались ли силы металлургии в последний штурм. Вот забей тот момент Кленов и все будет по-другому. Принедалов здесь Никите Козловскому как хорошо отпасовал, отдал. Там борются с несколькими защитниками Козловскими и вступает в игру Вячеслав Баранов. Мне кажется, раньше нужно было у нас сюда Козловскому. Завозился, да, согласен, с мячом. Нашел момент для хорошего удара. И все еще потерял металлургия. В футбол такая штука, здесь бывает и компенсированное время, а ты не будешь вот так мячу. Ну, думаю, что если металлургия рассчитывается на очки, забывать нужно прямо сейчас. Да, откладывать уже некуда. Никто не встречает Исаева. Тащил мяч и высокая подача, но Федор... Федор все читает, все. Хватит! Разбинать-то его! Разблялся! И спокойно, по спокойствию. Очень важно. Сейчас вратарь не пушу. Я сидел металлург. Я кричал во своих тропеечных. Сказал, что разбинается не мятаря. Исаев, по-моему, да, на броху? Да, именно Илья Исаев. Однофамилия же. Дениса Исаева. Тоже игрок на такую шире планов. Другую! Все пропадения бросает Андрея Исаевна. Кстати, всех наверх. Вот можно возьмите этот момент Залётина. Здорово играет в стенку футболист Никто Дурко. Ибрюков наносит удар с левой. Вот бождя! Бождя! Сводился явно там где с ноги. Получился даже не удар. Пойдем! А какое-то подобие. Пойдем! Иван Тарасов прикидает поле. Ушел, он задавит кровку. Илья Исаев готов выйти на левый фланг атаки. Да. Тоже молодой футболист. Тал, покидает поле по новым правилам. Заминенный футболист унах лежает на ролике challenge. Все. Алексей Пяреуков, üzезон. Короче! Вторая плавка на силуевых тег, обдов sensors заметна, абонент атаки сейв, Вот ошибается Рыток, но масштаба говорит, что войны тут вполне. И пасный прострел, и торопили в свое движение. Помешал им здесь козлов сегодня они осуществить планы. Вновь торопируем, здорово, на этот раз в отборе. И работаем нарушение. Вот сейчас, как я уже сказал, отметили Алексея Вилкова. Который один из лайнеров обслуживает матч. У меня, кстати, в протоколе записано сначала было Михаил, а потом зачеркнуто написано Алексей. Ну, честно говоря, фамилия Вилкова, действительно, сначала ассоциируется с арбитром, который обслуживает матчи в российской премии. У нас есть коллеги, нашим сопляком Михаил Федоровичем, президентом федерации футбола Нижнего Новгорода. Вот сейчас я вспомнил, что Алексей Вилков уже обслуживал в председании матча «Металлурга». Играла тогда наша команда на выезде с Салютом Сорумова. Счет закончился со счетом 2-0. Увидим мы еще и повторение. Не слишком везучий выходит арбитр для нашей команды. Танис Менко спередодно, спередодно. Главой зарабатывает? Да, хорошо. Нравился. 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 Выиграл мяч. Главой. И сам же он тебе поддаст эту форму. Удача от Крюкова Баранова. Взлетел высоко. Как я уже говорил, приличный атаку. С криком «Я» забрал снаряд и начал атаковать. Своей команды. Нервз Брея сейчас футболиста «Металлурга». Не получается из вала организовать и наши команды. Вадим Овчинников там. Еще один «Металлурга». «Металлурга» 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 «Свои?» «Металлурга» 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 Это первая винтажная передача от Фёдора на всю игру. Но так не получается. Да, вот. Побрать себя. Снаряды. Снова потеря. Снова убирают мяч у Аксёнова. Наша потеря. Здесь опять мелкий фол. Он был очень свойственной этой игре. Напомним, что ни одного предупреждения сегодня не было показано орбитерам. Ну и не было таких пробок над уроком. Очень корректный этот футбол. План ровный футбол сейчас оказался в атаке. Хотя ещё несколько мгновений назад он выполнял ровный. Такой чистящий посыл. Илья стал играть Клёнов по дворе. Несколько можно пристрелить. Клёв Клёнов поворачивал туда-сюда Ухова. Заставил того смотреть. Только успевай смотреть. Здорово Илья вошёл в игру. Был у него стрелевой момент. К сожалению, это чуть не удалось. Ну что, дают последние минуты матча. Самое время пригласить болельщиков на завтрашний матч основной команды Валерии. Завтра особенно стоит посетить футбол. Как мы уже говорили сегодня с понедельника доступ зрителей не будет предоставляться в Нижегородской области. А завтра на матч с Перской звездой Мы, пожалуйста, 16.00 в Центральный стадион «Локомотив» Приглашаем всех посмотреть. Посмотрите. Отличный матч. Болельщиков вверх и звезды. Одна из последних атаков на «Локомотив» А здесь у меня уже зрителей Состоится следующий матч 1 ноября против Борского «Спартака». Единственная команда, которая вот этих парней в белых футболах И горчила пока в этой зоне. Мяч штрафного «Металлурга» Удар в дальний угол. Хороший удар, плотный удар у Козловского. Чуть-чуть ниже перекладины И прямо в девяточку в самую крутинку залетел. Что, близко дело к тому, что повторится в прошлогодний счет? По-моему, сейчас я увидел жест арбитра, что добавляет он одну минуту после времени матча. Ну да, пауз-то особенно не нервит. Ну вот один из возможных моментов «Металлурга» сейчас может возникнуть. Но Исаев делает не точную передачу. И Сергеевич Время спокойно перехватил пас. Егор Крюков, Никита Спиритонов. Видно, что у Волны еще остались силы. Да, есть! Козловский! Отпустился здесь. Помешал за защиту Козловского продолжить атаку. Волны за счет из подготовки заметно силы еще есть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok